Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. Так что посмотрим, что добавили, кого точнее обновили, и поговорим о том, что нас ждет на следующей неделе. Так что седлайте свои конья и поехали! Итак, начнем с того, что да, я знаю, что это обновление вышло уже почти как неделю назад, но у меня не было возможности продемонстрировать у этих новых исландских лошадок обновленных. Также в магазине появились у нас питомцы, если кто не в курсе. Я, кстати, редко захожу в глобальный магазин, поэтому не знаю, но нам, ребята, обновили главную новость исландских лошадок. Если вы не в курсе и вы как-то не мониторите игру за ее пределами, то да, нам добавили новую модельку исландских лошадок, они все стоят. В Нью Хилкерсте доступны с 15 уровня. Также добавили шикарные уздечки, но, как выяснилось, есть одно большое разочарование. Эти уздечки только для исландских лошадок. Я, если честно, очень сильно расстроилась, Каролина расстроилась еще больше, потому что мы надеялись одевать этих уздечек на арабов, на англичан. Но, в общем, я надеюсь, что в будущем это добавят, потому что сейчас, кстати, средневековые уздечки можно одевать уже и на лузитанок. Также теперь все доступные зверушки, кроме эксклюзивных, можно покупать также здесь в глобальном магазине. Но как же здесь они смешно выглядят. Ладно, кролики, но вы посмотрите на этих котят еще нет. Они такие смешные. Можно посмотреть, как они сидят в розачке, какого они цвета. Да, я не сразу поняла, что эти котики отличаются лапками. Можно посмотреть, кто из них бегающий, кто не бегающий. Так что, если вам хочется купить себе питомца, но вы не знаете, где он точно продается, просто идете в глобальный магазин и покупается питомца себе по душе. Ну, я лично никого брать не буду, потому что у меня и так питомцев уже много. И, кстати, скоро их будет еще больше. Но это когда выйдет определенное новогоднее обновление в Star Stable Online. Если вы еще не в курсе, то идите на YouTube, ищите Star Stable Spoiler и найдете новогодние спойлеры. А я вам обещаю, что они будут очень хорошие, качественные и интересные. И советую запасаться денежками, шиллингами, потому что тратиться, я думаю, в Новый год придется много. Ну, давайте же перейдем уже к исландцам. Они, значит, продаются у нас в Нью Хилкорсте. Да, это, по-моему, сейчас Нью Хилкорст открывается с 16 уровня. Когда я начинала играть, мне казалось, он открылся на 18-19 уровне. Так что попасть в Нью Хилкорст могли только самые высокие по стажу, по уровню игроки. Нам добавили вот таких вот лошадок-поняж за 950 СК с 15 уровня, да? Так что, если вы видите у человека эту лошадку, вы можете сразу понять, что он уже не маленький новичок, а уже взрослый наездник 15 уровня. Вот мне, кстати, очень сильно понравились масти, но они добавили почему-то не все масти второго поколения. Потому что, к примеру, вот моей масти, вот этой исландской скромной душеньки, ее здесь нет. Есть вот такой вот конь а-ля металлик, я его называю. То есть, по сути, это то же самое, только немножко другая мордашка и темная грива вместо светлой. Также нету изабеловой, ой, извините, саловой лошадки исландской второго поколения. Точнее, наоборот, второе поколение есть, а вот обновить ее почему-то не додумались. Хотя масти, надо сказать, очень классные. А может быть, их в будущем и добавят. Кто знает. Просто сидим и ждем дальше. Форд Пинта у нас продается рыженькая, очаровательная лошадка. Так что, да, вот такая вот прелесть нас ждет Форд Пинта. Она доступна с первого уровня, поэтому ее за те же 950 СК могут купить абсолютно все, даже не имея Старайдера. Но имея СК. Так что, если вам нравится эта лапочка, пожалуйста, езжайте за ней Форд Пинта и покупайте. Я, кстати, наверное, решила, что именно ее я и буду покупать. Так что ждите, когда на канале появится видео с покупочкой данной лошадки. И также, ребята, хочу сообщить вам, что если вы не знали или не замечали, теперь официально на моем канале появится отдельный плейлист с покупками лошадей. Там все последовательно, по годам, так что, если вам интересно, можете начинать смотреть с самого начала и по порядку. Также там есть видео обновления, но с покупкой лошади непосредственно в этом видео. Так что, можете переходить по этому плейлисту и посмотреть всех покупок моих лошадей, снятых на этом канале. Также отдельный плейлист появился, точнее он, по-моему, и был, с косплеями на коноблогеры. И, кстати, ребята, если вы знаете каких-то коноблогеров, которых не знаю я, пишите в комментариях к видео из серии косплея коноблогера. Пишите название канала или можете написать имя хозяина и лошади. На этом я заканчиваю. И не забывайте тронявать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!